Вы видите, друзья, здравствуйте, вы видите, как тормозит Кремниевая долина, тормозит. И вот опубликован был некоторое время назад такой репорт на тему о том, как движутся технологии, и что у нас впереди, что нас ожидает. И говорят, например, что 65%, открытым текстом говорят, 65% детей, которые сегодня, вот в этом году, отправятся в первый класс, 65% этих детей будут работать по профессиям, которых сегодня вообще нет. Как вам нравится? И происходит это потому, что стремительно развиваются технологии, стремительно развивается программное обеспечение, и возникают новые вещи, которых просто сегодня еще нет. Вот вытесняются новыми технологиями, новыми какими-то вещами, вытесняется то, что есть сегодня. И пишут, в частности, что образование в области естественных наук, математика, физика, химия, технологии, инженерия, вот эти профессии, вот эти знания будут определять мир на ближайшее время. Дальше там мы не знаем, но вот сегодня так. Это не значит, что нужно, скажем, нынешним первоклассникам обязательно бежать там и изучать программирование, начиная с третьего класса или, может быть, с пятого. Это не к тому разговор, но разговор к тому, что люди, которые будут заниматься тем, чем они будут заниматься, не обязательно программированием. Тем не менее, должны иметь хорошую базу, естественно, научную. Это немножко противоречит тому, как развивается западное общество последние, там, скажем, десятилетия, да, когда гуманитарное пошло вверх, а, естественно, научное, так оно как-то не поймешь, где и чего. Как-то все больше так на иммигрантов рассчитывают, да, ну, там, привезем инженеров, привезем из там развивающихся стран, может быть, или там уже немножко развившихся. К этому делу я хочу сказать, что еще один есть репорт, о котором хотелось бы упомянуть, который хотелось бы упомянуть. Говорят, что до 2000 года, к 2000, я извиняюсь, к 2020 году. А что 2020? Вот мы уже в 18-м. То есть у нас есть, ох ты, мама родная, да. У нас есть 19-й, впереди и 20-й. Вот у нас два года. Значит, будет создано 1 миллион 400 тысяч новых рабочих мест в IT-индустрии в США. 1 миллион 400 тысяч. При этом у нас выпускников университетов в этих областях, компьютер-сайенс и там то, что там слева-справа от него, ожидается 400 тысяч. То есть миллион рабочих мест, которые некем заполнить, так сказать, на внутреннем рынке. Я хочу усугубить это дело и сказать, что когда создаются рабочие места в IT-индустрии, меньше всего эти рабочие места ожидают, что придут выпускники университетов. Рабочие места создаются для тех в основном, кто уже чего-то знает, уже какой-то опыт имеет. Поэтому, когда вот ребята молодые там говорят, вот правильно ли сейчас учиться на компьютер-сайенс, я говорю, конечно, но главное не в этом. Главное, ты параллельно с учебой работай, пусть part-time, пусть там, да, с неполным рабочим днем, там, и что, но работай. Чем раньше ты начнешь работать параллельно с учебой, тем лучше ты поймешь, чего ты изучаешь, и тем легче тебе будет потом работу находить. Понимаете, полтора миллиона рабочих мест, которые создадутся за эти два года, новых, дополнительных, это, ну, может быть, там, не знаю, 15% их бы устроили выпускники университетов, ну, может быть, даже 25%, но остальные-то. Поэтому, что тут сказать, плюс еще и миграционные ограничения, да, нам же не нужны люди-то, нам теперь, не знаю, как они с этим будут разбираться. В общем, всего два года впереди, и вот такой, как бы, как бы даже кризис, что ли, возникает, то есть рабочие места создадутся, причем то, что создадутся, это говорит государственная организация, называется Department of Labor Statistics, это, ну, фактически министерство такое, Labor Statistics, то есть они вот собирают данные, они прогнозами, в частности, занимаются, они публикуют список профессий, который, классификатор такой в Соединенных Штатах и так далее. В общем, вот такие, такие интересные дела. А тут нам еще и, да, значит, естественные науки, математика, физика, технологии, инжиниринг, и вот тебе бабушка, и вот прямо сегодня, не то, что там 65% через 20 лет окажутся в этом положении из нынешних первоклашек, а прямо вот, вот, вот уже сегодня, уже сегодняшние, там, ребятки, которые в high school, там, где-нибудь заканчивают, вот они пойдут в университеты, когда мы будем в такой экономике. Так что вот интересно. Счастливо, ребят! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова